это наш дом баня ей 15 лет построен своими руками строились с любовью поэтому хорошо стоит до сих пор чем она отличается от остальных изначально это была баня вот потом мы решили к ней сделать небольшую террасочку куда можно было подойти посидеть после бани отдохнуть после пристройки терраски оказалось что выходит большая крыша и наверху получилось 3 комнаты после этого оказалось что бегать из парилки раздевалки соседние помещения в терраску через улицу не очень удобно и пришлось доделать веранду эксплуатируется на 15 лет за эти 15 лет очень хорошо себя показала и в принципе можно сказать что она удалась сруб 4 на 6 с выносом 2 метра идет под баню все остальное пристроена каркас на в итоге получился объект размером 7 на 10 метров сейчас баня обшита садингом но под садингом находится сруб сосновые зимнего леса из тверской области который был очень оригинально положен на лесной мох то есть вместо пакли используется лесной мох что это дает мох не боится воды кладется он на мокрый мох то есть прям мокрый мох раскладывается по бревну и следующим бренном зажимается тем сам достигается определенная плотность мох высыхает прямо там и больше никогда не гниет при выпиливании окошек и дверей когда бревна выпадают мог настолько их склеивать что они даже не рассыпаются между собой то есть для того чтобы эти бревна разъединить приходится предлагать очень большое усилие чтобы их разодрать сруб они установлен на ленточном фундаменте сразу была пристроена терраска у нее фундамент сделан из азбец цементных труб которые закопаны до песка чтобы они не дергались от влаги весной и осенью и залиты цементом больше никаких регулировок по высоте одной конструкции в другой не использовался так как нам повезло с грунтом и глубина залегания песка здесь всего лишь 70 сантиметров не было необходимости делать ленточный фундамент под террасой верандой мы обошлись только азбец цементными трубами залитым бетоном изначально здесь был использован каркасный брус который был проложен бумага и утеплитель оказалось что в принципе в летом жарко для того чтобы снизить температуру особенно наверху под металлической крышей проложили утеплитель дополнительно и покрыли все это дело сайдингом что позволило нам убрать лишнюю температуру мы находимся на веранде она выходит у нас на западную сторону чтобы вечером садящийся солнышко создавал нам уют вот этот дверка так называемый трюм выходит на север рядом дверка кают компании это банная дверь здесь у нас камбуз это веранда и кухня и солнечная палуба это главное крыльцо использована тематика морская потому что мы любим путешествовать по речными круизами и с разных городов привозим сувениры все детали и элементы сделаны своими руками начинается этого стола и лавки вырезается очень просто по образцу берется одна дощечка используется как шаблон и с помощью лобзика и сверла выпиливаются детали когда все тело собирается получается монолитной конструкции печка у нас баня классическая из кирпича сделано по такой же конструкции как обычная русская печка но на топкой лежит камни а над камнями стоит бак с водой порядка 200 литров внутри бака варена труба через который проходит дым нагревая тем самым сначала камни потом воду горячую дальше дым уходит в трубу и через второй этаж проходит труба на крышу вода из бака поступает в мойку через сделаны в другой стороне печки мощном отделении выход в виде крана плюсы такой печки в том что в отличие от железных печей она топится один раз и в процессе парки топить ее не нужно достаточно два с половиной три часа и и протопить и дальше в течение семи восьми часов можно париться даже несколькими семьями часть бака для горячей воды выведена в парильное отделение для того чтобы через определенное отверстие который позволяет заполнять него воду регулировать влажность помещения то есть пар закипевшего бака идет в парилку с помощью вот этого клапана деревянного можно регулировать количество влаги и также мы планируем усовершенствование лишнюю влагу с помощью крана планируем выводить в бак с холодной водой это нам даст подогрев бака холодной воды в морозы зимой очень важный момент это расположение топки нижней и верхней после того как печка истопилась в парилке открывается нижняя дверка и дверка с камнями это позволяет циркуляции воздуха засасывания холодного воздуха снизу парильного отделения проходя через камни воздух нагреваться и выходит уже в виде горячего воздуха наверх очень важно низкое положение нижней дверки чтобы самый-самый холодный воздух уходил на нагрев здесь у нас терраса называемые камбас так и здесь у нас находится кухня также украшенная полностью декоративными элементами своими сделанными руками а за моей спиной лестница на второй этаж где у нас расположен спальня эту лестницу мы спроектируем сами полностью отец сам рассчитал я ему помогал ее делать сделана она из балясины различных столбов полностью своими руками мы находимся с северной стороны бани здесь еще не сделан сайдинг и мы видим вагонку который простоял уже 15 лет хотелось бы рассказать о том как реализована проблемка которая возникает у тех кто делает второй этаж над баней как правило проблем заключается в том что хочешь не хочешь а влага и пар поднимаются вверх с горячим паром нам удалось решить эту проблему следующим образом мы не закрывали полом пространство над парилкой в течение года за это время мы засыпали пространство между бревенами потолка глиной по мере эксплуатации оказалось что глина высохла и то место прилегания к бревну где она его касается образовали щели и через них стал эти пар эти места мы пролили жидким гадроном дальнейшая эксплуатация показала что никакой стечении пары больше нет тем сам проблема решена на всякий случай если вдруг в течение 10 20 30 лет проблема вновь себя покажет мы оставили пространство между потолком над парилкой над глиной и полом второго этажа доступным с улицы то есть за вот этой вагонкой пустота с доступом под всю площадь парилки то есть если вдруг какой-то пар выйдет из парилки в подпольное помещение он выйдет на улицу по мере эксплуатации бани мы столкнулись с проблемой повышенной влажности в комнате отдых решение было найдено так как капли конденсируется на стенах и влага течет по вагонке вагон начинает гнить если решение это создание вентиляции мы осуществили приток уличного воздуха через фундамент снизу прохладного воздуха и уход его через вагонку вверх в любое время года бак с водой для бани мы разместили в помещении на втором этаже сквозь крыши тем самым мы смогли во первых спрятать бак а во вторых обеспечить душ водой в любое время года для эксплуатации баках с холодной водой зимнее время при минусовой температуре мы утеплили его с помощью утеплителя и внутри строили тэн это позволяет нам эксплуатировать его при сильной минусовой температуре для безопасности пропущен заземляющий тросик заземлением под земли случае перелива воды мы используем специальные трубки по которым видно что пошел перелив и помимо этого под баком мы разместили наклонный металлический лист для того чтобы если вдруг произойдет протечка вода не текла на потолок мойки а стекала сразу на улицу мы хотели сделать нашу баню красиво не только с внутренней снаружи поэтому приложили усилия и вырезали вот такие вот резные наличники с помощью лобзика мы находимся в деревне здесь принято украшать окна именно резными наличниками что мы сделали конечно это более трудоемко но очень красиво дом бани мы покрыли металл черепицы 15 лет назад за это время она себя очень хорошо показала и никаких проблем за это время не замечен так как каркасное строение изначально не предполагалось что здесь можно будет круглый год то она позволяет эксплуатировать с весны по осень с апреля по ноябрь после утепления снаружи и покрытия сайдингом внутри стало более прохладно на втором этаже и позволяет находиться там летом без проблем и также более тепло стало осенью и весной для постоянного проживания конечно это помещение не рассчитано это все-таки баня поэтому планируется построить основной дом зимний и обязательно позовем форум хаос посмотреть на строительство